Всем привет! The Brush 2019. Погнали дальше смотреть, как, что можно сделать. Надеюсь, я вам ещё не надоел. По прошлым видео уже вы, наверное, поняли систему всего вот именно построения и моделирования, да? Берёте примитив и из примитива уже моделируете ту или иную фигуру, деталь и так далее. В принципе, всё однообразно. Единственное, что вот как ту или иную деталь сделать и вот приспособить на модель. Давайте рассмотрим в этом видео, как сделать велосипед. Опять же, пойдём по тулам. Можно делать с куба раму велосипеда, можно делать с цилиндра. С цилиндра давайте начнём. В принципе, можно также сделать с куба, потом сделать полиш и, в принципе, получается, ну, то же самое. Плюс-минус можно в The Modelerio это всё дело домоделировать, доделать, докорректировать и так далее. Жмём Edit и жмём Make Polymesh. Всё это дело выравниваем, уменьшаем, опять же, в геометре. И всё принципиально, банально, одинаково. Уменьшаем, вытягиваем. И вот это вот будет у нас первая часть. Следом, что можно сделать? Можно делать дубликаты, как всегда, да? Вот делаем дубликат. На него переключаемся, ротацию. Это всё дело вот так вот перекручиваем. И всё это дело подставляем. Опять же, заходим в геометрии. И всё это дело вот так вот вытягиваем. Вот так вот вытягиваем. Вот так вот вытягиваем. Вот таким образом. Всё это опять корректируем. Устанавливаем. Ну, вот что-то такое получается. Следом можно опять делать дубликат. Или, допустим, контрол. И вот это дело всё припускаем. И вот так вот всё это дело корректируем. Вот, в принципе, уже получается рама. Здесь вот эту часть, которая не доходит до задней, можно взять и сделать маской. Нажимаем контрол, включаем курс. И вот так всё это дело делаем. Следом, что можно опять ротацию и просто вот это дело всё дополнить. Вот сюда увести. И вот так вот. Снять маску. Всё, в принципе, рама частично готова. Так, следом давайте сделаем дубликат. Вот это верхней модели. Делаем дубликат. И на неё переключаемся. И опять с помощью MOV. Вот это с помощью Gizmo. Вот это дело всё сюда опускаем. С помощью геометрии опять же всё это дело вот так вот вытягиваем. Смотрим, что да как. Моделируем, комплектуем. И вот вот такое что-то получается. В принципе, это дело можно дальше продлить, уже не прибегая к сайзу. Опять же делаем вот таким образом. Control-E. И с помощью ротации опять же всё это дело приподнимаем. Вот так вот. Вот, в принципе, рама, уже часть рамы готова. Всё вроде простенько, всё вроде нормально. Вот эту часть можно срезать. Ставим Control-Shift. Переключаемся, допустим, на Trim Circle. И всё это дело вот таким вот образом чуть-чуть подрезаем. Вот так вот. Теперь вот сюда надо вставить опять же вот эту деталь. Давайте первой детали опять же сделаем дубликат. Вот так вот. Повернём вот таким образом. И с помощью ротации можно её вот так вот развернуть. Вот так. И просто передвинуть, куда нам надо. Смотрим, как деталь встала. И теперь немножко давайте прибавим размер. Ну, где-то вот так вот. И немножко можно её уменьшить. И немножко можно её уменьшить. Вот таким вот образом. Вот так вот. Если что, потом докорректируем. Ну, и с помощью мов чуть-чуть вот так вот подвести. Вот таким вот делом всё станет выглядеть. Так. Ну, рама частично готова. Давайте теперь вот эту вот часть, переднюю, тоже чуть-чуть развернём. Чуть-чуть под наклон поставим. Вот такое что-то получается. Где-то что-то потом можно уменьшить, подрезать. Это уже не проблема. Что будем делать с задней частью? Заднюю часть можно взять вот именно ринг 3D. Вот этот. Переключиться на него и с помощью гизма, опять же, вот так её вытянуть. Поставим её вот так кверху. И вот эту часть, половина, замаскируем. Вот так вот. Так, теперь следом опять же мов. И можно это дело всё вот так вот вытянуть. И с помощью, так, конкурсет, снимаем выделение. И вот так вот всё это дело подставляем именно вот на это место. Вот такое незатейливое и быстрое дело. Так, вот эта часть у нас большеватая. Её можно немножко подрезать. Но прежде давайте вот эту нижнюю часть тоже поставим. Сделаем вот этой части, опять же, дубликат. С помощью мов вот так всё это вытянем. И вот так всё это дело уведём вбок. Вот такая будет у нас штука. Посмотрим, как всё это соединилось. Где соединилось? Вот именно в этом месте. Вот так вот поставим. И попробуем всё это дело обрезать. Вот так вот. Вот что-то такое получилось. Потом уже можно будет подкорректировать, где-то вытянуть, где-то повернуть. Ну, в принципе, вот такой вот принцип. Следом делаем так. Давайте зайдём в тулы и откроем вот так вот цилиндр. Зайдём теперь в инициалайз, чтобы пустоту не делать, потом вычитанием. И вот так всё это дело выберем. Вот такую вот штукенцию сделаем. И делаем make polymesh. Теперь заходим на велосипед, на нашу раму и ставим вот сюда вот эту деталь. sub-toolы. Up and. И вот она у нас уже есть. На неё переключимся. С помощью MOV отведём. опустим. Подкорректируем. И вот так вот перекрутим. Вот так. Теперь с помощью можно сайза или можно опять же в геометре всё это дело уменьшить. Вот так вот. И опять же всё это дело корректируем. Вот так всё это установим. И немножко можно ещё уменьшить. И давайте немножко ещё её уменьшим. Вот до таких размеров. Так. И немножко всё это дело опять же подкорректируем вытягиванием. Вот что-то в этом духе получается. Так. Следом что можно сделать. Давайте сделаем всему этому дубликат. Вот так вот. И с помощью ротации этот дубликат сюда вот поставим. Чтоб опять же не выбирать пустоту. Вот так вот. вот так вот эту деталь можно уже удалить. Она нам не нужна. Таким же образом можно вот сюда тоже пустотелку поставить. Вот на это место. Давайте ещё сделаем один дубликат. подкорректируем. И с помощью MOV всё это дело вот сюда теперь подведём. Вот так вот. И вот так всё это дело развернём. чтобы уже размер одинаковый был. Вот так вот подкорректируем. И на это место всё это дело поставим. Так вот такая рама получилась. Всё прикольно. Всё теперь это надо дорабатывать. Вот такой принцип. Где-то дорезать, где-то подкорректировать. Ну вот, что можно сделать. Допустим, вот саптул у нас есть. Чуть-чуть вот можно это всё делаем. Ну вот так вот. Немножко подкрутить кверху. Вот так вот всё это приподнять. И немножко вот так всё это дело где-то подкорректировать. Вот так вот. И немножко всё это дело можно уменьшить, допустим. Просто как болванка уже есть всё. Теперь можно с ней работать. Можно теперь её именно вот так вот корректировать. Подгонять, устанавливать где-то вот повыше. Вот таким вот образом. Так, давайте теперь переключимся на другую деталь. И посмотрим, как дальше корректировать её. Вот эту деталь можно поднять чуть кверху и немножко опять, чуть побольше наклонить вот так вот. Так. Смотрим, чтобы более-менее трубки совпадали по диаметру. Вот такая вот штука. Так, давайте теперь объединим вот эту заднюю часть, чтобы подогнать её по размеру. Она чуть-чуть большеватая. Так, это вот эта часть. Это что у нас? Вот это. И следом идёт вот эта нижняя часть. Вот эти две части делаем мерчдаун. Так. Ок. Ну и с помощью давайте, наверное, геометрии всё это дело чуть-чуть преуменьшим. Вот таким вот образом. Немножко вот так всё это поставим. И немножко вот так всё это подкорректируем. Вот чуть-чуть. Вот таким вот образом. Поровнее её сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Так, это и есть штука. Вот уже более-менее соотношение вроде пойманы. Вот так вот. Немножко всё это дело ещё крутануть. И немножко дело это всё отвести. Вот что-то вот так вот. Ну и вернёмся теперь вот на эту деталь. Её назад подставим. Вот так вот. Здесь можно потом разрезать, что-то сделать под гайки, уже более досконально дорабатывать. Ну, в принципе, вот такая вот рама получается. Здесь можно ещё добавить стыки, типа сварной шов. Вот эту вот часть можно немного вытянуть с помощью деформации, чтобы рама была сплюснута. Ну, а здесь уже дело вилки и так далее. Давайте вот ещё немножко и размер уменьшим. В принципе, размер не надо уменьшать, да? И тут вот получается вот эту часть, вот эту трубку сделать сюда под сиденье уже дополнительную часть, пустоту. Ну, это если делать досконально уже точную модель. Вот эти части чуть-чуть обрезать. Или уменьшить просто с помощью, опять же, деформации. Вот так геометрии и сплюснем её. Так, Ctrl-G. Вот так вот. Так, всё, всем пока, до свидания. В следующем видео сделаем колёса и уже будем потихоньку где-то тут что-то дорабатывать, какие-то детали рассматривать, как их делать.